Того, что такое, что мы сидим, и у нас большие срока, нас лишают. Марина, но ребенок, он ведь остается. Вот вас лишили родительских прав, что дети уже не знают, что есть мама. Хорошо, они знают, но при освобождении, да, мне же долгое время придется восстанавливать все это опять. Это время, то есть мне как бы надо брать, получается, чтобы встретиться с собственным ребенком, мне надо разрешение взять. Нет, ей говорят, что я в больнице, мне ее сюда на свидание не привозят, как бы это решение родителей. Ну, с одной стороны, правильно, я их понимаю, они не хотят ее травмировать. Да и девочка уже взрослая, сейчас ей уже 6 лет. А снег кружился и летел, и если мог ее согреть, но этого он просто не умел. И никому ее согреть, витрины яркие смотреть, чужой толпой на праздник не успеть. И льется музыка, и свет, и как нарядно там внутри. И даже можно помечтать под окна стать о том, найдется для нее и дом. Действительно, очень много тут, кто вообще связь с детьми не поддержит, кто-то лишен материнства. У кого-то родственники даже за переписку с детьми запрещают. То есть это очень как бы... То есть я не говорю сейчас, допустим, про себя, то, что да, я поддерживаю связь, но вот конкретно сейчас вот даже от лица других женщин, которые здесь находятся, потому что как бы не все же могут прийти и дать вот так вот интервью. Ну, представляете, если вся колония придет, вот, и поэтому... А вот если бы от имени всех, как бы вы сказали бы, вот, что обычно мама хочет сказать отсюда, вот, дочке, сыночку своему? Вы знаете, я думаю, так невозможно словами передать, потому что вот даже ко мне дочку привозят на свидание, и вот так вот обнимешь ее, прижмешь к себе, и как-то вот даже и сказать-то вроде нечего. Вот сидишь, плачешь, а что скажешь? Ну, естественно, поскорее бы всем домой, отсюда, к своим детям. И мама на руки возьмет ее, и на руках ее тепло-тепло. И ангелы поют, и с ними мама, там в раю и свет светает, и гаснет. Холодный свет, холодный звук, и заперты дома вокруг, и лишь витрины хвалят за собой. Устало люди в тех домах сидят и спят себе в подмах, и этот мазь становится судьбой. И гаснет музыка, и свет, нарядный свет, что внутри смотри. Ты больше, и зачем мечтать, и все равно не встать о том, найдем твой дом, поверь, найдем твой дом. Последние самые дни, уже через две недели вас здесь не будет. Да, через две недели, гораздо меньше, через девять дней. Через девять дней. То есть отсчет идет на каждый день, на каждый час? Вычеркиваю в календаре. И уже сами встретитесь уже со своими детьми? Да, конечно. Они меня очень ждут. И мама на руки возьмет тепло, И на руках ее тепло-тепло. И ангелы поет, и с ними мама там пройдет. И свет слетает, свет слетает, И ангелы поет, и с ними мама там пройдет. И свет слетает, И свет слетает, Утешает, И не гаснет. Я не видела их пять с половиной лет. Но контакт у меня пока налажен только по телефону. Но вот буквально через девять дней мы встретимся. Ну вообще, какие чувства? Я представляю, ну радость это все. Но, наверное... Это счастье. Это счастье. По профессии вы кто? Я мама. Что вы пожелаете своим, вот, кто здесь остается? У вас много подруг ведь? Любить. Любить своих детей, свою семью. Это важно. Очень любимых, естественно. Ну какая мать не любит своего ребенка? Какая бы мать не была, там, пускай даже она наркоманка, Пускай не первый раз она сидит, то все равно, естественно, все это гложет, все эти проблемы. Где ты, ангел мой, улетел домой? Что я сделаю? На снегу следы отпечатал ты крылья белые. То ангела светлые вижу среды, Стают снега и расплавятся льды. Ангел знает, всё растает, Останемся я и ты.